Инспекторы ГИБДД останавливают водителей. И не только, чтобы объяснить правила или выписать штраф. Еще они проводят профилактические беседы и вручают памятки о самых распространенных схемах мошенничеств. Добрый день, инспектор господинский репан. Товарищ водитель профилактических мероприятий проводит игра против мошенников. Возьмите, пожалуйста, памятник. Беседы полицейские проводят и в общественном транспорте, на остановках. В автобусе можно встретить как госавтоинспектора, так и участкового уполномоченного полиции. Рассказываем примеры, часто случающие случаи, как не стать жертвой мошенников этих. Информация до населения доводится как участковыми, так и другими службами. Непосредственно при посещении квартир на домах, при осуществлении поквартирных обходов, административных на своих участках. И также при встрече с трудовыми коллективами, которые у нас организации предоставляют время нам, проводим беседы непосредственно с трудовыми коллективами на их рабочих местах. Полицейские раздают белоярцам памятки, чтобы оградить население от аферистов. Практически ежедневно в Югре в полицию обращаются граждане, которые пострадали от действий мошенников. Они представляются работниками банков, следователями и знакомыми, чтобы получить доступ к денежным средствам на банковских картах. В памятках описали самые популярные виды мошенничества и дали инструкцию, как избежать обмана. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И действительно, на данный момент у нас есть сокращение данного вида преступлений в связи с тем, что людям уже известны все способы мошенничества. И они уже относятся более аккуратно, более внимательно к тем сообщениям, либо звонкам, которые им поступают от мошенников. Главный совет, который дают стражи правопорядка – быть внимательным, не поддаваться панике и проверять поступающую вам информацию в надежных источниках. Валентина Иванова, Петр Михайлов, Премя новостей, Белоярский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова